Те, кто ежедневно работает в кадре, отвечает за контент и за то, чтобы вещание не прерывалось ни на секунду, собрались сегодня на ежегодный пикник в преддверии нового вещательного сезона. Больше 500 сотрудников Белтель радиокомпании принимают участие в 13-м открытом художественно-спортивном фестивале вне эфира. Планов у медиахолдинга много, но об этом чуть позже. А пока на первой кнопке яркий, динамичный и вкусный репортаж от Нины Можейко. Загородный комплекс, место съемочных локаций и жаркое августовское солнце на смену софитам. Только один раз в году фестиваль вне эфира позволяет настоящим профи-телевизионщикам и радищикам прийти на работу вне рабочего дресс-кода. А пропуском является вот такой браслет и, разумеется, хорошее настроение. Дорогие друзья, позвольте, я объявлю спортивно-культурный фестиваль Белтель радиокомпании вне эфира открытым! Все регионы сегодня собрались, правильно я понимаю? Все регионы, конечно, но приятные хлопоты. Рекорд установили мы, 540 человек сюда приехал. Здесь, на вне эфира, о чем шушукаются телевизионщики? Про новый сезон, небось? Конечно, настоящие телевизионщики во время отдыха разговаривают о работе. Конечно, все мы делимся планами. 22 сентября стартует новый сезон. И в нашей компании, и в областных телерадиокомпаниях, конечно, у всех много планов. Брест у нас по традиции всегда заряжен на вне эфира. Мы тут только поняли, что мы действительно одна семья. Вот этого фестиваля не хватало. Мы тут объединились, сплотились, подружились, стали даже жить проблемами друг друга, внимательно наблюдать за успехами, и переживать, когда случались неудачи. И поэтому вот мы семья. Один старт, поехали! Давайте! Все-таки тяжко. Молодцы! У нас появилась Золушка! Здравствуйте! Спасибо. Ну, расскажите, что вы чувствуете в этот момент? Слушайте, честно, это очень круто. Это сначала пугает, но хочется еще. Мне кажется, так все быстро прошло. У нас команда просто суперклассная. Вопрос один. Будете ли вы искать другую пару обуви? Я думаю, что все-таки мы заявимся еще раз. По второму маршруту я все-таки отыщу свой сандаль. Как это было! Это фантастика. Это осенью будут герои шоу. Это намного сложнее. Но все равно обязательно смотрите этот проект. Что было самым сложным на этапе? Было сложно сохранять, знаешь, вот это холодное крово. Это давление отрибун, да. Тебе нельзя сделать ошибку. Нельзя. Но я вроде не сделал. Что же объединяет кулинарию работников радио и телевидения? Разумеется, три фактора. Это скорость, подача и вкус. В этом мы уж точно разбираемся. И сегодня мы это проверим, потому что сами себе здесь, на фестивале вне эфира, будем готовить телевизионный плов. Итак, внимание, ингредиенты. Здесь вот эффектно появляется морковь, потому что она будет главным хитом этого блюда. Но не только в моркови и в луке дело, да? Правильно, друзья? Рис и мясо – основа этого блюда. А еще, смотрите, специи. Без них никуда. Это очень вкусно пахнет. Я предлагаю прямо сейчас начинать. Я уже хочу. Как оцениваете продукты, которые вам предоставили для плова? Вы знаете, хорошие продукты. Морковочка ровненькая, гладенькая, лук хороший. Все хорошо, да? Опыт в приготовлении плова имеется? Имеется. Я повод четвертого разряда. Понимаете, в чем дело? Мне кажется, ваша команда победит. Как вы думаете? Ой, мы еще на это надеемся. Есть такое выражение – кишка тонка. Но только не у ТРК Могилев, я вам хочу сказать. Ребята, поделитесь секретом, как сделать идеальную могилевскую колбаску? Для начала остро наточить ножи. Нет, для начала сгруппироваться, быть командой. В могилевском телевизионном плове какой главный ингредиент? Вкус, настроение. Спасибо. И, конечно же, любовь к тому, что ты делаешь. Ну, а мы любим свою работу. И мы любим и умеем готовить. О! Внимание, у кого пока к этому моменту самая длинная колбаса? Правильно, у Беларусь 24. Потому что им-то по спутнику надо. Аж вон туда. Это удивительная возможность сплочения всех структурных подразделений. Смотрите, я не знаю у медиа наших партнеров, коллег такого же глобального своего праздника, который объединяет всех масштабно. Мы имеем такое Брест, Гродо, Могилев. Очень вкусная, очень классная презентация. Вы здорово постарались. Фестиваль на самом деле на высоте. Программа у нас максимально насыщенная. Мы уже успели поиграть в лазертак. Сейчас вот препятствия в виде скалодрома, конечно, троллей. Так что занятий много. В конце любого фестиваля неизбежно возникает стойкое и щемящее чувство, что что-то еще не досказано, что-то еще не доделано. Поэтому мы обязательно увидимся на следующем фестивале вне эфира в следующем сезоне. Нина Можейко, Илья Максимов, агентство теленовостей.